Введение пошлины, которым в четверг объявил министр торговли США Уилбру Росс, показало, что подход администрации Трампа к торговым переговорам становится более жестким, усилив беспокойство инвесторов по поводу глобальной торговой войны. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что эти меры необходимы для защиты американского рынка труда и ключевых секторов экономики. Однако руководство завода Ривердейл Миллс близ Бостона считает, что новые тарифы, напротив, могут нанести ущерб как бизнесу, так и клиентам. Завод использует импортную сталь для производства ловушек для крабов, а также для изготовления высокотехнологичных металлических заграждений. И повышение тарифов значительно ослабит его конкурентоспособность по сравнению с китайскими и итальянскими компаниями. По мнению Райана Янга, аналитика Института конкурентного предпринимательства, новые тарифы также отразятся на качестве жизни самих американцев. Не считая потерю работы, эти меры вызовут неопределенность во многих семьях. Люди будут задавать неудобные вопросы, вроде сколько теперь платить за аренду жилья, что выбрать, оплатить счет за воду или электричество, если мы не потянем оба. За подобные вопросы прямую ответственность будет нести президент. В правительстве Канады новые тарифы назвали абсолютно неприемлемыми и объявили об аналогичных мерах в отношении товаров из США. Мы введем тарифы на каждый канадский доллар, обложенный американскими пошлинами. Министерство экономики Мексики обещают эквивалентные меры в отношении целого списка американских сельскохозяйственных и промышленных товаров, в том числе свинины, яблок, винограда и сыра, и заявляют, что меры будут действовать до тех пор, пока США не устранят пошлины. В Великобритании обращают внимание на абсурдность шагов Вашингтона. США ввели пошлины в отношении своих союзников в ЕС во имя национальной безопасности. В случае с Великобританией, которой поставляют Соединенные Штаты сталь для нужд бизнеса и оборонной индустрии, это выглядит абсолютным абсурдом. Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что экономический национализм ведет к войне, а президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что у него нет иного выбора, как оспорить американские пошлины во всемирной торговой организации. Еврокомиссар по торговле Сесилий Мальстрюм выразилась еще жестче. Мы предлагали, уберите от нас этот пистолет, давайте сядем вместе, подружески, и на равных все обсудим. Нам такой возможности не дали. И на данный момент дверь для переговоров закрыта. С рядом других стран, таких как Южная Корея, Аргентина, Австралия и Бразилия, Белый дом вместо тарифов намерен обсудить введение квот на группы товаров. Реакцию на эти шаги, похоже, предстоит увидеть в ближайшем будущем.